Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа Я в Бийске. Я нахожусь в городском дворце культуры и сегодня мы посетим одно очень интересное место. Это швейная мастерская и увидим, как же изготавливаются костюмы для героев и артистов дворца. Итак, вот мы и добрались до швейной мастерской. Вперед за мной! Здравствуйте! Здравствуйте! А нас встречает заведующая швейной мастерской Андрющенко Марина Александровна. Здравствуйте еще раз! Марина Александровна, скажите, пожалуйста, чем вообще занимается швейная мастерская? Какая главная задача? Мы шьем костюмы для коллективов нашего дворца, которые работают на нашей сцене. Всем коллективам, но по очереди, так как за раз мы всех не сможем же принять. У нас в каждом коллективе самое малое 30-40-60 человек. То есть численность коллектива. Вот непосредственно сейчас это коллектив Нота. Руководитель Татьяна Орлова. Ну, у них где-то человек 25. Мы шьем им костюмчики с брючками, с пиджачками. Марина Александровна, а вот как происходит сам процесс? Вы сами материалы выбираете. Кто вообще занимается подбором всего? Ну, во-первых, прежде всего руководитель. Он же видит свой коллектив, и у него какие-то представления о том, как они должны быть одеты. Ну, с нами советуются. Иногда приходят, приносят нам готовые эскизы. Тогда никаких советов. Просто снимаем мерки и работаем. В целом на изготовление одного костюма сколько времени уходит? Ну, это по-разному. Если это массовое и ничего сложного, мы можем в один день вам не один настрочить костюм. Ну, если это, ну, скажем так, вот элита у нас выступает. Это каждый костюм, руководитель, это ее авторское решение. То есть мы собрали костюм, и он, как бы кто-то придет со стороны, скажет, он готов, а на самом деле ничего подобного. Он смотрит его этот костюм там на сцене, в коридоре, в движении, и все это разбирается, и снова мы это шьем заново. Дополняются какие-то юбки другие, детали. То есть мы этот костюм один можем шить там чуть ли не месяц, и все туда добавлять или убирать, или опять... Ну, вот так рождается у них долго. Это эксклюзивные вещи. А сейчас мы пришли в гости туда, где базируется театр «Эхо», и рядом со мной режиссер театра Виталий Чернов. Виталий, скажите, пожалуйста, вот сейчас вы готовите представление к Новому году. Как вообще вот костюмы подбираете к сказке? Ну, костюмы мы подбираем, исходя из пьесы, естественно. Но чаще всего костюмы шьются в нашей швейной мастерской. И вот если сейчас обратите внимание, здесь сами своими руками мы собираем и монтируем костюмы, декорации, реквизиты. Скажите, пожалуйста, Виталий, а вот знаете вы, сколько всего во дворце костюмов? Можно это как-то посчитать, прикинуть примерную цифру? Ну, давайте попробуем так чисто приблизительно. Вот смотрите, коллектив, в каждом коллективе минимум 30 человек. Ну, а я посчитала с помощью калькулятора, представляете, получается 270 тысяч. Нет, это далеко не все, потому что мы, как те старые плюшкины, все-все-все храним. В костюмерной, в нашей хранятся костюмы 60-летней давности. Первые костюмы ровесника. Не исчесть, сколько раз я была в городском дворце культуры. Но вот так высоко я поднимаюсь впервые. Если вот так посмотреть вниз, очень страшно. Ну, а мы отправляемся в костюмерную, которая находится под самой крышей дворца. Ага, часть костюмов самых старых лежит, ждет своего часа прямо на чердаке. Ничего себе, какая красота. Представляю, сколько здесь разных нарядов. Ну, да, здесь очень много, потому что все вот здесь по рядам. Допустим, костюм, вот у нас костюмы озорников. Но смотрите, что я вижу, что я вижу. Вот этот костюм, это костюм из театра «Ровесник». И ему точно больше сорока лет. Ничего себе, больше сорока лет, и он вот так хорошо сохранился. То есть сейчас этот костюм уже надевать никто не будет. Он просто... Почему это не будет? Очень даже будет, потому что если вдруг у нас какой-то рыцарский... Ну, в смысле, спектакль с участием рыцаря, он очень хорош и со сцены смотрится здорово. За сорок лет, да, или даже больше, вы говорите, сорока ему вот так хорошо сохранился костюм. В городском дворце культуры работают очень творческие люди. Но некоторые из них очень застенчивые, поэтому сегодня мы не увидим, как выглядит заведующая мастерской, потому что она любит оставаться в тени. Но, как мы видим, здесь действительно везде порядок, и все четко. А мы идем дальше. А сейчас мы направляемся в мастерскую, где изготавливаются костюмы для театра куклы-великаны. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, как понимаю, сейчас происходит какой-то творческий процесс. Мы как раз попали в самый нужный момент. Да, да, да. Процесс серьезнейший. В течение года мы делали украшения для образа нашей гламурной бабы-яги. Это у нас в спектакле «Новый год перезагрузка» вот такая вот бабы-яга. Мы делали браслеты, собирали со всех знакомых, друзей украшения. И вот сейчас мы, значит, наряжаем свою бабы-ягу. Она очень любит это делать. Да. Она хочет быть такой гламурной советской дамой. В ее представлении... Все лучшее надену сразу. Да, да. Костюм называется «Я надену все лучшее сразу». Ну, маловато для Бога. Еще надо. Еще. Ольга Ивановна, скажите, пожалуйста, кто вообще вот в вашем театре придумывает костюмы? У нас есть профессиональный художник, с которым мы сотрудничаем уже почти 30 лет. Она живет и работает в городе Новосибирске, в Академгородке. И вот наш инструмент – это постоянная видеосвязь. Мы с ней на связи, она смотрит, она нам корректирует нас и так далее. Вот. Ну, конечно же, образы в спектакле придумывает драматурка. Драматурка в нашем театре – это я. То есть я придумываю там, допустим, что мне нужен в спектакле леший или там обезьяна или баба-яга или кто-то еще. И потом мы с художником обсуждаем, каким должен быть этот образ, а дальше вот мы его воплощаем. Вот так через время, через расстояние, ну, воплощаем. Но пошив костюмов происходит здесь, в городском дворце культуры. Да, да, да. Здесь вот в швейной мастерской. Как вообще долго изготавливаются костюмы? Потому что куклы-великан, да, это что-то, это что-то большое. Да, да. Вы знаете, некоторые спектакли мы делаем пять лет. Причем он может уже играться, он может работать, он будет полноценный. Но нам хочется, чтобы было больше украшений, чтобы, может быть, поменять конфигурацию какой-то детали. Вот, например, у нас были в спектакле клоуны, и у них были простые головные уборы. А вот в этом году мы сделали им вот такие головные уборы. Вот кто бы мог подумать, что сейчас лежит на столе? Я сначала думала, что это какая-то накидка или скатерть. А на самом деле это мешок Деда Мороза. Представляете себе? Ольга Ивановна, расскажите, пожалуйста, откуда этот мешок? Этот мешок, он для подарков, поэтому он огромный. Вот Дед Мороз у нас с широкой душой, мешок такой же большой, широкий. Какой размер примерно? Он высотой где-то метр восемьдесят, и туда может войти снегурочка и еще, может быть, там, не знаю, парочка ее друзей, пара снеговиков. Он очень большой. Вот, этот мешок когда-то впервые поехал на Сахалин, где мы делали городскую елку в Южно-Сахалинске. И мы успели пришить на него только 30 деталей. А на самом деле в этом мешке заложено более 70 всяких разных вот таких вот маленьких деталей. Прошло время. Сейчас этому мешку необходимо выйти на сцену, и мы решили, что надо его доделать. Вот, собственно, мы его и доделываем. Вот так и получается, что спектакль делается пять лет, а некоторые семь лет и так далее. Так, а вот здесь мы перед спектаклем собираем свои куклы. Вот, все куклы у нас делаются с учетом того, что их можно увезти на гастроли в любую точку России или планеты. Вот, и все они собираются по частям. Я вам предлагаю сейчас собрать волосы для короля компьютерного мира. Это делается очень просто. Вытаскивается волосина, которая вам нравится, и вставляется вот в это гнездо. Хоп! И вот уже прическа пополнилась великолепной прядью. Я сейчас попробую внести свою лепту. На самом деле, как это интересно, как конструктор, да? Как конструктор. И детали легкие, воздушные. А смотрится, да, это все прям так крупно и массивно. Это все еще будет светиться. Светиться, мерцать, летать и так далее. То есть это только малая часть. Беячан ждет большой сюрприз перед Новым годом. И вот таким вот образом, ну-ка, погоди-ка, чуть повыше. Вот таким образом на человеке мы вымеряем каждую деталь. Потому что сделать это просто в лежачем положении нереально. То есть они будут обязательно неровные, будут обязательно кривые. Мы занимаемся сборкой всегда под контролем художника. То есть мы снимаем на телефон, и из Новосибирска к нам приходит ответ. Да, теперь наверх раз, и тебя нет, замер. Убирай, лицо убери. Все, и это как, нет, это ты далеко прогнулся. Все, это нечто как непонятное что-то. И вдруг мы ожили, раз, опа, вот мы здесь. Прикольно. А вот тут уже готов наш кот. Вот он. Как долго создавался вот этот костюм? Так. Ну, первый раз кот, я думаю, что он создавался где-то месяцев шесть. Вот. Первый раз кот вышел у нас на сцену. У него не было усов, у него не было веснушек и не было ресничек. Но, тем не менее, он работал, выступал. Вот. И на костюмчике у него не было рюшечек, не было тесемочек и так далее. Теперь мы его доделали во время пандемии, кстати. И вот у него теперь все это появилось. И у него совершенно другой вид. Мы сравниваем, какой он был, когда я первый раз вышел на сцену, и какой он стал сейчас. Из чего изготавливается костюм? Я как понимаю, материалы могут быть разные. Или все-таки есть какая-то основа? Ну, у кукол, как правило, основа поролон. Основа поролон, и там есть еще металлический каркас внутри. Вот. Потому что поролон, он держит форму, он очень легкий. Мы с ним дружим уже очень давно, с поролоном, и умеем с ним обращаться. Но к нему прилагается еще огромное количество всяких разных материалов. А вот это, смотрите, у нас чудесное. Как вы думаете, что это такое? Обувь. Да, только чья? Попробуйте угадать, чья это обувь. Чья обувь? Да. Ну, если здесь четыре ноги, да, правильно? Значит, это какое-то животное. Правильно, четырехногое. Четырехногое. Да, это унты оленя. У нас олень ходит вот в таких вот унтиках. Попробуйте. Вот. А давайте теперь попробуем в ритме это сделать. Я вам хлопаю, а вы идете. Три пятнадцать. Выше ножки поднимайте. А, еще и ножки выше. Шире ножки ставьте. Пошире, да. Так тут целый фитнес. Вот тебе и театр. Отлично, отлично. Только они еще это делают парами, то есть они должны ходить одновременно. Я понимаю, в одном костюме два человека, и это что все синхронно нужно сделать. Даже вот эти тапочки на себя я сейчас прикинула, прошла. На самом деле это сложно. Вот я первый раз, но тем не менее, отработать все движения, и чтобы все было идеально, но это большой труд. Это у нас такие клоуны в этом спектакле. Точнее, даже не клоуны, а новогодние человечки. Подарок, сюрприз и сувенир. Что ж, дорогие друзья, ну а сейчас ваш проводник по городу в образе Анфиски. Этот герой готовится для новогоднего представления. Сегодня в программе мы посмотрели с вами, как же изготавливаются костюмы для разных мероприятий. Для героев на самом деле это очень большой и кропотливый труд. Что ж, ну а на сегодня наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь, увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube. В группах «Бийск мой город» в социальных сетях.